Добрый день, дорогие друзья, наши гости и коллеги. Я рад приветствовать вас всех сегодня нашей встречи. Я с глубоким уважением и любовью отношусь к вашей ежедневной деятельности, зная, какую невероятную помощь вы оказываете людям. Я, честно говоря, и сам прошел множество звеньев здравоохранения, знаю немало проблем, как говорится, изнутри. И сегодня я рад, что мы вместе с вами находимся на правильном пути помогая людям обрести здоровье. Как я помню, всегда я хотел быть врачом. Мне нравились медицинские книжки еще в школе. Но уже в студенческие годы я начал сталкиваться с такой проблемой, как нежелательные последствия после лекарственной терапии или вообще какой-то терапии. Именно поэтому, как я думал, вот я стану хирургом, ведь там не нужно давать лекарства. Ну, это было такое мое заключение. Впоследствии мое влечение медициной привело меня к заболеванию. Я перенес токсический гепатит, и все знания и опыт моих коллег были применены практически на мне. В конечном итоге пришел момент, когда, анализируя ситуацию, в один день прекрасный, я протянул руку к неизведанным тогда, не только мною, биологическим добавкам. Это и спасло меня. Я знаю, что в такой ситуации были многие из вас, многие из нас, и хочется всем пожелать нам огромного здоровья. А сегодня я расскажу, постараюсь не углубляться далеко в подробности, о важной проблеме, можно сказать, всего человечества. Это огромная тема, и, естественно, сегодня все мы обсудить не сможем, но рассмотрим часть, которая касается механизма запуска заболевания, вызванного интоксикацией организма. Вот такая сегодня будет тема. Наука, которая изучает, разрабатывает методы и средства, позволяющие поддерживать чистоту внутренней среды организма, называется эндоэкология. Это новое такое ответвление научной медицины, которое призвано не лечить заболевания, а в первую очередь заниматься их профилактикой, что является крайне важным в современных условиях. Вот известный русский ученый Илья Мешников создал теорию старения, которую он определял как загрязнение окружающих тканей. То есть, как он определял, он говорил, что с возрастом процесс выведения ненужных веществ из околоклечного пространства отстает от поступления, то есть поступает намного больше, чем организм имеет возможность их выводить. Лина Штерн открыла эту барьерную функцию околоклечных тканей, а уже позже академик Владик Казначеев развил эту мысль, выдвинув идею об их таможенной функции. Вот эти открытия и позволили создать основы эндоэкологии. А вот чистота внутренней среды организма, это уже основа его нормальной всей жизни деятельности. И поэтому именно в системном подходе к сохранению здоровья человека вот эта вот эндоэкологическая наука имеет очень важное значение. Ну а тем более знания, которые получают наши консультанты, которые мы получаем, крайне необходимы для нашей деятельности. Последние столетия в связи с научно-техническим прогрессом и огромным масштабом в хозяйственной деятельности человечества во всем мире создалась ситуация, когда человек оказался в среде обитания в значительной степени, которую он сам сформировал. Причем эта среда обитания очень стала враждебной для самого же человека. Это произошло так быстро, что организм оказался практически не способным адаптироваться к этим изменениям. Что уже само по себе привело к напряжению его защитных механизмов вплоть до нарушения их функционирования. Если подавляющее число населения страдает от загрязнения организма, то по существу следует говорить о новой особой эпидемии эндоэкологической болезни. Причем разнообразные клинические формы выражаются в разных вариантах. Таким образом, проблема эндоэкологии в настоящее время стала проблемой века, важнейшим фактором выживания всего человечества. Бесчисленное количество всяких токсических веществ внешней среды все больше проникает во внутренние среды организма. Вместе с ними физические неадекватные факторы, психическая нагрузка, неправильное питание истощают и ломают защитные нейтрализующие механизмы. И каждая клетка организма выждана жить и функционировать в загрязненной собственной атмосфере. Итак, давайте рассмотрим. Есть два фактора, загрязняющие наш организм. Это экзогенные факторы и эндогенные факторы. Вот к экзогенным факторам относятся техногенные химические загрязнения, радиоактивные загрязнения, лучевое воздействие, электромагнитные поля, контаминанты пищевых продуктов, лекарственная агрессия, ну и многое другое. И наиболее опасным из этих загрязняющих факторов, конечно же, является химические, нефтехимические из наших загрязнения. Масло, тяжелые металлы, свинец, ртуть, кадмий. Ну, вот тут вспомнился один хороший анекдот по теме. Одна щука спрашивает у другой. А ты каких бычков любишь? В масле или в томате? В масле? Ну, тогда плывем к автобазе. Вот такие шутки даже у рыб. Поехали дальше. Следующий фактор, который загрязняет наш организм, это радиоактивные отходы. Думаю, что этот вопрос не требует особых комментариев, потому что загрязнения технические, особенно в районах расположения атомных станций, в крупных городах, где имеется большое количество гранитных объектов. Все это создает вот такой естественный фон радиации. И постепенно при накоплении эта радиация возрастает, потому что уже изучено, что неблагоприятно воздействует на организм даже малые дозы радиации при длительном их воздействии на нас. К этому добавим еще и солнечную радиацию. Особенно в связи с изновением так называемого озонного слоя. Особенно в дружных районах. Это воздействие всякого рода электромагнитных систем, компьютеров, телевизоров. Мы с этим тоже должны считаться, поскольку эти влияния очень длительные, а для некоторых людей, можно сказать, они постоянные. Сюда же относятся электромагнитные поля. Особенно опасны в городах, где имеются линии электропередач, троллейбусные, трамвайные линии. С этой точки зрения вообще вся наша планета, особенно в цивилизованных районах, представляет собой огромный такой громадный электромагнит. И вот мы вынуждены в условиях этого электромагнита проживать еще и к тому же адаптироваться. Ну, а уже говоря о выхлопных газах автомобилей и вредных примесей в воздухе городов, это естественно. Это выбросы большого количества углеводородов. Не просто токсических, а канцерогенных. Окисью углерода, отравляющей кровь, соединение азота, действующих на легочную систему. Ну, перечислять можно очень долго, но факт остается фактом. Это очень опасный источник загрязнения, особенно в крупных городах. Огромное количество химических веществ сейчас добавляется в пищу. Вот видите даже на фотографии, что получают наши дети из пищи. Они, конечно, не безразличны для нашего организма, ну, даже часто и опасны. В напитки добавляются, там, красители. Мы с вами из пищи сейчас стали получать много чужодных веществ. Я не говорю, что это прям все токсиканты, но, естественно, они не полезны для нашего организма. Еще одним внешним источником нашего загрязнения организма является, ну, вы хорошо знаете, возросшее потребление лекарственных препаратов. Ну, это уж от нас не отнять. Как мы это любим, принимать много лекарств. Как это не парадоксально, к такому великому сожалению, количество лекарств, которые человек потребляет, с возрастом постепенно увеличивается. Ну, конечно, возможно, если бы человек был бы ориентирован на природные продукты, ну, с молодых лет, допустим, на биодобавки, безусловно, потребность в лекарственных препаратах с возрастом бы не возрастала. Но мало того, что она возрастает и вырастает их прописываемость врачами, они обладают еще массой побочных действий, причем настолько сильных, что смертность от отравления побочными действиями стоит на пятом месте после сосудистой патологии, онкологии и прочего. Это очень существенный момент. Особенно в настоящее время, когда наши врачи часто увлекались назначают целые серии лекарственных веществ. Подождающийся большинство этих загрязнителей имеет гидрофобную природу. Вот это очень важно. Гидрофобная природа – это когда эти загрязнители боятся воду. То есть они встраиваются в липиды, они встраиваются в жировой ткань. Прежде всего, биомембранной структурой клеток. Мы знаем, что наша клетка окружена такой жировой оболочкой. Вот именно в эту часть и встраиваются все эти токсические вещества. И нарушают нашу деятельность этой клетки. Однако, помимо внешних факторов загрязнения, есть еще и внутренние эндогенные факторы. Вот эндогенные факторы – это загрязнение кишечника, токсические продукты воспалительных процессов, свободно-радикальное окисление, накопление метаболитов, токсические продукты извращенного обмена. Ну и, конечно же, избыток и накопление триглицеридов и холестерина. Так вот, источником интенсивного вот этого эндогенного загрязнения в первую очередь является желудочно-кишечный тракт. Ну, особенно, конечно, когда он нарушает свою функцию. Ну, неприятно звучит слово «гнение белка», но это действительно так. Особенно в наше время, когда практически у 97% населения нарушена микрофлора, эти белковые вещества, которые образуются при расщеплении, они под этой гнилостной микрофлорой образуют тоже токсические вещества. Ну, честно говоря, они даже сравнимы с токсинами с этого химического завода. И это все образуется в системе организма и очень легко поступают в кровь. Другим источником являются токсические продукты воспалительных процессов. Я не буду сейчас даваться в подробности. Достаточно вспомнить, ну, хотя бы больные зубы. Вот нелечные зубы, они могут служить источником такой интоксикации, которую вообще организм положить может фактически. Токсические продукты извращенного обмена. Следующее, да? Вот. Что это такое? Это прежде всего банальный дефицит. Вот, посмотрите. При дефиците йода и селена происходит гипофункция щитовидной железы. При гипофункции щитовидной железы существенно снижается уровень окислительных процессов в организме и образуются токсические продукты. Видите, как все взаимосвязано. Недаром же при сниженной функции щитовидки начинает интенсивно развиваться атеросклероз. И это при всем том, что мы говорим, что ну, как бы холестерин нормальный продукт. И при такой активности железы, ее сниженной, вот эти вот измененные формы холестерина, они называются атерогеном. Вы, наверное, об этом уже слушали. Избыточное, следующее, вот, избыточное накопление триглицеридов и холестерина, вот, это особенно последний пункт, связан с особенностями нашего современного питания. Это использование большого количества продуктов, содержащие свободные жиры, скрытые жиры, холестерин. Я могу привести один маленький пример. Вот, суточная дожа холестерина, допустимая для здорового человека, ну, как бы, без каких-то изменений, это 300 миллиграмм. Так вот, эти 300 миллиграмм находятся всего в 30 граммах голландского сыра. То есть, понимаете, достаточно съесть ломтик сыра, и мы уже получили суточную допустимую дозу. Вот, в этом месте хочется заметить, что вот именно во французской культуре вот, сыры всегда подаются в конце трапезы. Если вы знаете, ну, для чего? Для того, чтобы много не съесть и не получить большую дозу холестерина. Я уже не говорю о жирной пище, колбасах, которые мы употребляем без контроля. Это мы все хорошо знаем. Это тоже существенный фактор загрязнения нашего организма. Таким образом, существует множество факторов, как экзогенного, так и эндогенного происхождения, которые способны нарушать чистоту внутренней сфере организма и наше эндоэкологическое состояние. Теперь, поскольку клетка, ткань, орган нормально существует и функционирует только в чистой среде, ну, то понятно, что обязательным условием нашего здоровья является реабилитация и восстановление этого эндоэкологического благополучия. Конечно, примечательной стороной жизни современного мира является огромная польза, которую нам дала наука, там для здоровья и долголетия. Мы каждый раз узнаем все больше и больше, как функционирует наш организм, как можно добиться лучшего состояния. И в нашей власти, только в нашей власти, есть уникальные знания и опыт, как использовать эти продукты, питание, физические нагрузки, биологические добавки, чтобы повысить нашу эту эффективность до предела, чтобы поддерживать наш организм в хорошей форме. Вот для этого мы должны перейти к следующей теме и мы должны обсудить один вопрос. Этот вопрос называется детоксикация. Вот детоксикация, это очень такое модное слово сегодня, очень часто его все применяют. На самом деле это метаболический процесс, посредством которого ядовитые соединения в организме превращаются в менее токсические и легко выводимые вещества. Ну, понятно, что любой механизм нуждается в очистке. Мы меняем масло автомобиля, фильтр в кондиционере для эффективной работы, мы не даем пылиться нашему компьютеру, тем более в нашем организме, представьте, эти токсины причиняют вред клеткам, нарушают их метаболизм, ухудшают пищеварение. Вот посредствами такой атаки начинается целый спектр заболеваний. Там аллергия, сосудистые заболевания, онкология, депрессия, Альцгеймера. Ну, короче говоря, чем больше у нас токсинов, тем быстрее мы стареем. Как же определить, есть ли у вас интоксикация? Насколько у вас сегодня этих токсинов выше нормы? Ну, признаки интоксикации включают в себя массу симптомов, вы видите на слайде. Они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Это могут быть головные боли, усталость, боли в суставах, мышцах, повышенная чувствительность к запахам. Кстати, многие вредные вещества мы уже говорили, они накапливаются в жировой клетчатке. Поэтому избыточный вес ожирения, они почти всегда связаны с интоксикацией. И хотя в нашем организме несколько фильтрационных систем, вот мы сейчас их обсудим, они не всегда могут справляться с этими перегрузками нашего современного токсического окружения. Но они настойчиво пытаются сделать свою работу, как бы организм заботится сам о себе. Все эти органы, они тесно связаны друг с другом. Это органы очищения. И при нарушении функции одного из них, другие берут на себя эту функцию. Вот. Например, вот кишечник, он в здоровом состоянии помогает избавляться от токсинов путем регулярной дефекации. И при этом вредные микроорганизмы удаляются. Пищеварительные железы и глизистая оболочка выделяют тяжелые металлы, лекарственные вещества, чужеродные химические соединения, например, краска. Ну, а потом создается барьер, чтобы они не проникали в кровеносную систему. Далее. Главное назначение почек, это наша следующая система очищения, она создает маршрут выведения токсина вместе с мочой. С потом через кожу из организма выделяется вода, соли, некоторые органические вещества, например, мочевина, мочевая кислота, а при напряженной мышечной работе и молочная кислота. Легкие тоже являются органами очищения. Из легких выделяются летучие вещества, например, пары алкоголя, углекислый газ, пары воды, ну и, конечно же, это печень. Вот все остальное мы будем говорить только про печень. Она имеет важнейшую экскриторную функцию, удаляя из гормоны, продукты обмена гемоглобина, продукты азотистого метаболизма и другие вещества. Так вот, друзья, сегодня мы только остановимся, поговорим на одном процессе в организме, только на одном процессе, который запускает потом целую серию заболеваний, и все они связаны с нарушением функции печени. Так сказать, мы сейчас проследим причинно-следственную связь начиная от индексикации, повреждения печени и потом влекущие там последствия. Ну, для того, чтобы перейти дальше, здесь будет маленькая такая научная часть, возможно, не стоит ее запоминать, но знать интересно. Смотрите, большая часть детоксикации, идущей в нашем организме, она происходит в печени. Печень является базой всего процесса. Она значит собирает вредные химические вещества и преобразует их вещества, которые легко усвояются, выводятся. Кстати, мы несколько раз я буду повторять это. Это двухфазный процесс, остается двухфаз. В первой фазе детоксикации есть группа ферментов, вы уже слышали неоднократно, называется цитохром P450. перерабатываются токсины в метаболиты. То есть эти токсины превращаются в вещества менее опасные, но они пока находятся в водорастворимом состоянии. При этом они также токсичны. Во второй фазе эти вещества подвергаются дальнейшей переработке и выведению организма. В чем проблема? Иногда переработка бывает неполной и вот эти метаболиты застывают уже в первой фазе. То есть что происходит? Токсические вещества были жирорастворимыми, значит печень с ферментами цитохромом перевел их в водорастворимое состояние, но они также остались токсичными и на этом процесс останавливается. И вот почему помните иногда чувствуете себя хуже во время процесса детоксикации. Пока он не завершился наш организм может продолжать вырабатывать больше токсинов чем раньше. Кстати я думаю что с этим сталкивался каждый из наших консультантов когда слышал что у его клиентов было обострение кост-детоксов. Так вот поддержание теперь понятно что поддержание функции цитохрома и последующая детоксикация это получается проблема фактически очисткой всего организма и оздоровления. И как всегда у нас есть вполне банальные причины для того чтобы снижалась активность этого цитохрома это дефицит витаминов дефицит макро микроэлементов влияние тяжелых металлов свинец ртуть и так далее. Вот причины которые снижают нашу функцию цитохрома P450. А теперь я расскажу как протекают некоторые заболевания на фоне токсикации организма и какое влияние имеют биологически активные добавки вижен. Кстати когда я говорю о БАДах я подразумеваю только биологически активные добавки вижен. Итак следующее начнем жирового гипотоза Итак мы напомнили что печень это фильтр нашего организма который обезвреживает кровь очистительными ферментами так как природа не предусмотрела той колоссальной нагрузки на наши клетки то клетки печени не справляются ну и в борьбе за выживание клетки печень начинает вырабатывать жир зачем так клетки печени стремятся заключить находящиеся внутри них шлаки и токсины в этот водонепроницаемый жировой саркофаг как бы изолировать их от остального содержимого клетки вот поскольку токсины вредные вещества продолжают поступать в наш организм то все больше и больше значит клетки наращивают этот жировой саркофаг вокруг себя это явление называется жировой гепатоз или жировое перерождение печени на этой стадии массовое заполнение клеток жиром уже визуализируется с помощью УЗИ сонографии а общие размеры печени могут быть увеличены к сожалению данное явление имеется у каждого из нас современных людей просто степень проявления разная у кого-то жировой гепатоз образуется на сонографии у кого-то пока нет к сожалению дальше возможны просто ощущения небольшой усталости ухудшение состояния кожи но процесс при этом все равно течет неумолимо вполне естественно что вот этот жировой саркофаг который начинен токсидами и шлаками мешает клеткам печени выполнять главную функцию фильтровать кровь и в результате по нашим сосудам циркулирует кровь с ядами и токсинами они отравляют и повреждают все наши органы и ткани и каждую клетку нашего организма а теперь главное чем же мы можем помочь имея в своем арсенале невероятную серию продуктов vision для спасения нашей печени здесь есть три особо выдающих продуктов ну я не перемешаю выдающих продуктов это прежде всего детокс куперснео мега детокс очищает организм на клеточном уровне а постоянное поступление мега в организм нормализует жировой обмен это очистка и профилактика гепатоза и жирового перерождения печени основной же продукт конечно это продукт который стимулирует образование клеток печени гепатоцитов это куперснео расторопша обладает уникальным свойством не только очистый но еще и регенерацией клеток печени даже удаленные фрагменты печени если вы слышали они восстанавливаются именно этими компонентами которые содержатся в куперсе увеличение массы гепатоцитов приводит к усилению вот этой функции печени поэтому это очень важно для нее более того в состав куперса входит еще и второй компонент это артишок который содержит кофеоловые кислоты который стимулирует образование желчных кислот желчи и таким образом играет очень важную роль в желчоозелении фенхель который введен в состав куперса улучшает вообще работу пищеварения улучшает работу всего желудочно-кочеркного тракта и все эти процессы имеют непосредственное отношение к очистке и сейчас говоря о детокситирующей функции печени еще раз хочу подчеркнуть что все эти продукты они как бы одновременно выполняют вот такую согласованную функцию дальше теперь первое заболевание которое вытекает после нарушения функции печени элта желчекаменная болезнь и холецистит клетки печени выделяют желчь она необходима для пищеварения и эмульгации жиров представим себе что нам надо помыть жирную посуду под холодной водой это окажется совсем непросто так как жир останется на тарелке в виде прилипших комочков а если теперь добавить моющее средство то жир сразу же перейдет состояние эмульзии истечет с водой то же самое делает и желчь жирами которые с пищей попадают на спешную кишку вот только теперь эти эмульгированные жиры могут перевариваться ферментами поджелудочной железы давайте вспомним для чего природа нам дала желчный пузырь во-первых он собирает желчь вытекающую из печени и накапливает ее сама желчь содержит холестерин и желчные кислоты вот эти желчные кислоты поддерживают холестерин в жидком состоянии но так как зашлакованные клетки печени не могут вырабатывать желчь нормального состава то она перестает быть жидкой и становится густой и вот в ней начинает образовываться в этом густом состоянии образовываются камешки вот они напоминают эти самые жировые комочки на тарелке из поджирного супа которые мы помыли холодной водой вот эти холестериновые камешки они очень коварны они налипают на стенки желчеводящих протоков и особенно желчного пузыря вот и вместо того чтобы желчь протекала в кишечник липкие камешки так и остаются на его стенках но со временем они впитывают в себя соли становятся твердыми под ними размножаются бактерии вирусы вот так и развивается холецистит вот такая частая проблема так вот большую роль в профилактике образования камней конечно же играет сбалансированная диета это ограничение жирной высококалорийной богатой пищи такой как яйца колбасы жирные барайны и так далее все это надо ограничить а также острые продукты разнообразной пряности есть желательно понемногу 4-5 раз в день для чтобы предупредить застой вот этого желчи для нормального функционирования желчного пузыря необходим магний магний участвует в белковом углеводном обмене он стимулирует моторику кишечника и желчоотделения способствует выведению холестерина цинк также необходим для деятельности желчного пузыря он способствует нормальному функционированию иммунной системы важен для нормализации кишлотно-щелочного баланса в организме наряду с магнием и хромом он регулирует уровень холестерина в крови помогает при этом и марганец который участвует в белковом энергетическом обмене к чему все это перечисление дело в том что все эти продукты находятся как нельзя лучше в наших бадах антиокс свилтформ сеньор куперс фэт абсорбер и лси баланс дальше мы идем что же происходит дальше какие следующие осложнения происходят после нарушенной функции печени это панкреатит и сахарный диабет посмотрите как это происходит ну здесь немножко анатомии во первых желчный проток и проток поджелуд железы при впадении 12-ти перечной кишку они сливаются в единый ствол там есть одна ампула они вместе сливаются в ствол и потом впадает в 12-ти перечной кишку вот как раз в этом месте как мы уже знаем клетки печени вырабатывают густую желчь которая содержит липкие холестериновые камни наступает момент когда один из таких камней встает в распорку в ампуле вот здесь он встает в распорку и не дает поступающий сверху желчи попасть в 12-ти перечную кишку где же тогда окажется желчь естественно что желчь пойдет в проток поджелуд железы наверх вот так начинается хронический панкреатит воспаление поджелуд железы это заболевание обычно проявляется болями и тяжестью в животе различной локализации боль может быть опоясывающей может быть отдавать в лопатку в спину а может вообще возникать лишь в ответ на прием жирной или жареной пищи нередко обострение панкреатита приводит людей на больничную койку или на операционный стол однако через некоторое время мучительные симптомы возвращаются и поэтому потому что новый камушек опять ставят в распорку и опять эта желчь по закону сообщающей сосудов попадает поджелуд железу однако к сожалению это еще не все хроническое воспаление в ткани поджелуд железы вызывает гибель особых клеток внутри нее представляете вот эта вот желчь она попадает внутрь пропитывается сквозь ткани и здесь начинается воспаление хроническое воспаление погибают клетки а там как напомним есть клетки которые образуют инсулин а инсулин нам нужен обязательно для расщепления глюкозы глюкоза наш источник энергии и для любой клетки и так получается что погибшие клетки поджелуд железы они перестают вырабатывать инсулин и в результате получается инсулин зависимая форма сахарного диабета вот такое грозное осложнение начинается всего лишь от нарушения функции печени что же мы можем здесь предпринять при воспалении поджелуд железы конечно же больному необходимо предложить максимум усилий чтобы избавиться от этого недуга в лечении панкреатита только одна строгая диета не поможет здесь возникает необходимость комплексной терапии приопадов которые нормализуют пищеварение предотвращают развитие обострений панкреатит и холецистит они поражают разные органы лечатся по-разному но профилактика этих заболеваний одна и та же кстати если у вас хотя бы раз был приступ этих заболеваний то с этого момента необходимо постоянно придерживаться специальной диеты и добавить в рацион обязательно продукт Вижен среди которых есть специальные средства для поддержания здоровья желчного пузыря и поджелудочной железы вот к таким продуктам относятся антиокс куперс неопакс и диагард нано подробнее о диагард диагард помогает очистить организм от вредных веществ и токсинов значит снижает и нагрузку на вот эти органы мишени кстати в Вижне разработаны специальные биодобавки для поджелудочной железы ярким представителем его является свилтформ это препарат содержит витамин С главной функцией которой является восстановление поврежденных тканей и регуляция акистично-восстановительного процесса свертывания крови также отдельно стоит сказать о том что свилтформ значительно сокращает риск развития сахарного диабета идем дальше на этом проблемы не заканчиваются вот а только углубляются из-за того нарушения функции печени переходит к следующему органу к толстому кишечнику и самым частым симптомом возникающим при нарушении функции это запоры следует различать понятие хронический запор и так называемый эпизодический возникающий в течение определенного времени хроническую задержку опорожнений кишечника более чем на 48 часов называют хроническим запором современная медицина как бы не рассматривает его как самостоятельное заболевание но чаще всего оно бывает лишь симптом других заболеваний как гастрит холецистит как мы уже говорили выше клетки печени не могут вырабатывать желчь нормального состава в ней недостает желчных кислот и преобладает холестерин и эти каловые массы по своей консистенции становятся похожими на камни вот посмотрите даже на фотографии настоящая фотография каловых камней стоит ли удивляться что кишечник испытывает немалые трудности когда он продвигает эти камни в организме запоры настолько отягощают состояние миллионов людей во всем мире что например в странах Европы и США синдром называемый хроническим запором получил статус социально значимой проблемы вот и очень много там программ которые направлен на борьбу с ней что же касается взаимодействия печени и кишечной флоры то казалось бы это разные вещи но на самом деле они очень честно связаны таким образом печень обеспечивает кишечник фактором переваривания жиров а с другой стороны выводит холестерин из организма это очень важный механизм чем же здесь мы можем помочь с точки зрения очищения организма и нормализации флоры здесь есть продукты прекрасные как изи лакс сеньор специально разработанные программы биоин вот эта программа биоин она обеспечивает естественное омоложение организма повышение иммунитета и восстановление микрофлоры кстати один из важнейших продуктов из этого биоина является симбиотик нутрищенка он содержит эффективный спектр там состоит из 11 штаммов различных бактерий во первых это нормальная кишечная флорова она противодействует гнилостной вот и тем самым препятствует образованию токсических продуктов кишечники когда мы говорим об энтеросорбции да то есть например как в таком важном процессе который очищает наш организм изнутри вот разнообразные токсиканты здесь применяются специально приготовленные продукты вот один из таких продуктов называется кейджов фэт абсорбер он содержит хитозан а второй продукт это кейджов сапрессант он содержит конжак так называемый глюкомананы надо сказать что эту серию продуктов очень очень хорошо бы дополнить продукт с филфором который сам по себе выполняет функцию энтеросорбента вот такие у нас есть направления для решения этой проблемы далее следующее осложнение это сердечно-сосудистые заболевания их сверхпечни немножко повторим в результате нарушенной функции печени наша кровь постоянно попадает огромное количество шлаков и поскольку клетки забитые жиром больше не могут нормально функционировать и фильтровать кровь то эти токсины попадают в каждую клетку нашего организма и прямое токсическое повреждение клеток миокарда является одной из причин лежащих в основе стенокардии далее поврежденные клетки сердца утрачивают способность адекватно потреблять кислород и начинается кислородное голодание миокарда ишемическая болезнь сердца вот так развиваются и эти осложнения другим фактором которые вызывают ишемическую болезнь сердца является атеросклероз наверное вы знаете есть современное такое объяснение да что токсины они вот эти самые токсины которые циркулируют в крови они как химически так и механически повреждают внутреннюю поверхность наших сосудов и на случай таких повреждений предусмотрен защитный механизм как холестерин и его функция в том что он налипает изнутри к поврежденным сосудам чтобы их залатать вот и получается что чем больше у нас к сожалению этих токсинов тем больше необходима холестерина и это образует постепенно атеросклеротические бляшки ну и по мере роста этой бляшки она полностью или частично перекрывает просвет сосуда нарушая кровообращение если это в сердце это инфаркт или мозговой инсульт если это сосуд находится в головном мозге и поскольку атеросклероз вызывает множественное порождение сосудов то лечение понятно крайне затруднительно даже оперативное лечение стендирование коронарное шуртирование оно не способно защитить человека от вот этого нарастания этой бляшки и конечно же этот процесс протекает уже и в других органах кроме того что одно из главных осложнений является артериальная гипертония ну и прочее вот такие проблемы сердечно-сосудистой системы конечно же есть и здесь решение решение здесь следующее схема в данном случае начинается с той же самой детоксикации печени а затем устранение главного осложнения вот этого кровообращения улучшение микроциркуляции это процесс трофики и сюда лучше всего добавить продукт антиокс пакс винекс гранатин q10 это все антиоксидантное действие и восстановление микроциркуляции но вот к нашей радости наша компания нам подарила новый продукт и о нем чуть подробнее кардиодрайв это супер продукт для сердечной системы он содержит огромное количество ингредиентов полученных из натурального очищенного сырья это очень мощный и эффективный продукт в кардиодрайв применяется новый подход к борьбе с холестерином вот его цель состоит не в том чтобы уменьшить этот холестерин а в том чтобы противостоять причинам которые вызывают этот холестерин вот эти компоненты находятся в двух капсулах имеет оно двойное действие одна капсула содержит твердые водорастворимые питательные вещества в другой находятся жидкие жирорастворимые ингредиенты жиншень боярышник омега-3 козин-ку-10 и многое другое помогают снизить фактор риска сердечных заболеваний и имеют сильнейшие противовоспалительный эффект и защищает организм от инсультов инфарктов алитмии и много много другого далее закончили сердечной системой помогли организму ну и у нас уже идет последний это нервные болезни депрессии неврозы вот в основе этих заболеваний лежит опять-таки повреждение головного мозга и поскольку мозг обеспечивает наш интеллектом памятью речью его надо защищать нам необходимо осознать что мозг тоже отравляется этими веществами которые поступают с плохо профильтрованной кровью и естественно часть клеток погибают утрачиваются функции ну осознав все это стоит ли нам удивляться что у человека начинается шум в ушах головные боли нарушения сна проснувшись мы ощущаем себя разбитыми ну и так далее и многие-многие проблемы все это все эти проблемы конечно являются проблемами нарушения повреждения головного мозга и чем мы можем здесь помочь это конечно компоненты продуктов PAX BRINOFLEX MEGA вот заслуживающий внимание особый из них это BRINOFLEX он усиливает микроциркуляцию в сосудах он улучшает кровоснабжение клеток увеличивает количество эффективно работающих клеток питает клетки вот и в результате улучшается память повышается интеллект концентрация внимания это очень эффективный способ защиты нашей нервной системы нашего мозга от именно действия этих токсинов на организм но опять-таки как мы говорили значит в первую очередь что мы должны сделать мы очищаем сначала печень а потом уже беремся за осложнение которое возникает итак мы разобрали причину некоторых заболеваний которые вызывают синтоксикация организма и теперь в качестве примера я хочу вам продемонстрировать пример нашей клиентки значит ей было 16 лет она в детстве перенесла вирусный гепатит почти с раннего возраста у нее отмечается склонность к запорам выявлен дисбактериоз то есть вы замечаете да проблемы печени проблемы кишечника и проблемы кожи то есть здесь получается что целый комплекс который воздействовал на организм заболевание псориаз кожная форма был поставлен 5-6 лет назад и вот многократное лечение вплоть до гормонотерапии оно давало очень кратковременный результат посмотрите даже видно фотографии при осмотре тела покрыто всеми такими псориазическими бляшками причем местами они сливаются в единый очаг представьте толщина бляшек то есть выступает на выступание над кожей местами достигало до 0,8 сантиметров вот такие толстые корки вы представляете как это беспокоило человеку зуд ну и прочее при назначении мы посчитали необходимым начать с детоксикации организма мы дали рекомендации по питанию и в комплексе были добавлены вот эти продукты детокс куперс антиокс шеветон бьюти мега ну и гель миллениум ну посмотрите что у нас получилось вот есть уже через 20 дней начались первые заметные изменения то есть изменился цвет цвет вот этих бляшек они стали более красноватыми значит пришло кровоснабжение улучшилось естественно улучшилось и общее самочувствие так посмотрите что у нас было через 50 дней через 50 дней мы уже видим что в центре в центре уже проходят эти бляшки они значительно уменьшились опять-таки еще раз говорю что на фоне улучшения самочувствия нормализации функции кишечника вот через 3 месяца уже цвет поменялся и вот эти вот бляшки все прошли и через 4 месяца уже значительное улучшение можно сказать полное полностью прошли вот эти вот все изменения на коже ну отдаленный результат у нас 2 года ну хотя у меня нету достоверной фотографии но я точно знаю со слов матери что девочка вышла замуж у нее скоро будет ребенок ну значит все хорошо дай бог им здоровья и больше не болеть итак давайте сейчас подведем итоги итог такой мы живем в токсическом мире токсины находятся повсюду в воздухе воде пище лекарства оставляют токсические осадки вредные привычки неправильное питание добавляют проблемы к общей интоксикации нарушают функции наших органов когда наш организм страдает от переизбытка токсинов нужно помогать нашим природным системам детоксикации в системе детоксикации участвуют несколько органов очищения печень почки кишечник легкие кожи повторили да и запомним что одним из лучших и опробированных способов является прием биологический добавок vision причем компания разработала комплексы продуктов таким образом что они выполняют свою роль очищения на разных уровнях посмотрите детоксикация на уровне клетки детокс диагард на уровне крови dfx детокс на уровне печени куперс детокс на кожу шевитон бьюти на читан на кишечник сеньор биоин диризет диклинз кишечнику повезло как изи лакс кейджокс филдформ на иммунитет диризет диагард мега шокс вот на каждый свой уровень есть свой продукт ну а теперь заключение мы подойдем итоги для чего мы все это изучаем и рассказываем всему миру ну очевидно что нам хочется чтобы наш организм как можно дольше оставался молодым потому что молодость проявляется во всем в общем состоянии в способности двигаться активность нашего мозга в работе внутренних органов мы хотим быть красивыми подтянутыми вот я вам сейчас скажу несколько полезных советов от долгожителей конечно большую роль во всех процессах играет щитовидная железа вот ее функция вырабатывать гормоны молодости которые участвуют в работе всего организма в том числе и в омоложении кожи если щитовидка работает хорошо то нет никаких проблем с лишним весом организм всегда полный энергии волосы ногти имеют здоровый вид второе обязательно включайте в рацион морепродукты морскую капусту потому что в ней содержится огромное количество йода старайтесь употреблять йодированную соль она тоже важна для этого минерала на поврежденное на преждевременное старение как мы уже говорили ну огромное влияние имеет наша печень поэтому давайте мы и печень тоже будем сохранять но нельзя употреблять много алкоголя лекарственных препаратов потому что у людей употребляющих алкоголь значительно снижается уровень витаминов снижаются защитные функции организма и для предотвращения износа не рекомендуется есть горячую пищу холодные напитки ну что говорить курение избыточный вес тоже приводит к раннему старению развитию отрастлероза также для сосудов опасен и дефицит витамина С и цинка конечно беречь свое здоровье нужно но желательно начинать это как можно раньше поправить свой организм сменить образ жизни мы можем в любое время нужно ли прислушаться к себе и понять что вы делаете не так проследите за состоянием работы кишечника это предотвратит гнилостные процессы накопления токсинов пересмотрите свой рацион постарайтесь исключить жареные копченые острые блюда составляйте рацион из свежих продуктов следите за своим весом проводите очищение организма с помощью травяных чаев ведите здоровый образ жизни откиньте негативные эмоции любите жизнь и будьте доброжелательны потому что этим вы сохраните свою нервную систему и несомненно в этом нам помогают наши любимые продукты компании вижн за 20 лет мы накопили огромный опыт работы с людьми изучили их потребности и проблемы и сегодня наша специальность это консультант мы знаем психологическое состояние наших клиентов они только ждут чтобы кто-то помог им выйти из этого состояния ведь цели должны быть ваши ясные и понятные и подкреплены активными действиями ведь только у вас есть вера в продукт вера в себя и настойчивость дорогие друзья наши знания не должны оставаться у нас неиспользованными в нас нуждаются огромное количество людей всего мира я желаю вам всем крепкого здоровья и успехи в вашем благородном деле большое спасибо за внимание